Дорогие друзья, приветствую вас на моем канале, с вами Тарас Березовец. Сегодня у нас четверг, 3 октября 2024 года. Марк Рютте, новый генсек НАТО, прибыл с ненансированным визитом в Киев. В Европе перестали бояться ядерных угроз Путина. Об этом пишет влиятельный американский журнал Time. В Курчатове, Курской области, местная власть, заявила о том, что якобы украинские беспилотники и ракеты пытались атаковать Курскую АЭС. Уже эту информацию опровергли в структурах Совета национальной безопасности и обороны Украины. Армия Израиля поразила штаб спецслужбы Хезболы в Бейруте, в Ливане. Джо Байден собирается с государственным визитом в Германию, где он встретится в том числе с президентом Украины Владимиром Зеленским. Это произойдет уже через 10 дней. Первые спутниковые снимки последствий атак украинских дронов на военный аэродром. Борис Иглебск в Воронежской области Российской Федерации. И, наконец, новый премьер-министр Великобритании Кирс Тармер допустил роковую ошибку, из-за чего Украина до сих пор не получила разрешения на удары ракетами Стромшеду по территории России. Друзья, обо всем этом поговорим далее. Итак, новый генеральный секретарь НАТО, бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютт совершил первоофициальный визит за рубеж. И осуществил он его без анонсирования. Прибыл сегодня в Киев. Он принял от него эстафету руководства Североатлантическим блоком два дня назад. И сегодня же прошла в Киеву встреча с президентом Владимиром Зеленским. А всего это уже пятый визит Рюттэ в Киев. Сначала полномасштабного вторжения. Главное заявление Рюттэ касались... Они были произнесены два дня назад. Они касались расширения тех заявлений, которые он сделал в момент своего представления. Тогда он объявил о том, что Украина будет главным приоритетом его руководства в Североатлантическом альянсе. Сегодня он заявил о том, что каждый из союзников по НАТО сам будет определять те границы, в которых он будет оказывать помощь Украине. Не НАТО, а каждый союзник. Это новое заявление, переход, скажем так, определенный серьезный отход от политики единого голоса. Согласование, которое всегда руководствовалось НАТО и которое было, в принципе, ему характерно во времена, пока генсеком был Йенс Столтенберг. Ну, очевидно, что такие изменения Рюттэ не мог принять и неналично. Очевидно, это было предметом внутренней дискуссии. И теперь это заявление о том, что каждая страна, член НАТО, сама принимает решение, как далеко она готова пойти в вопросах поддержки Украины. Демонстрирует, с одной стороны, новую, в общем-то, достаточно неожиданную стратегию, в первую очередь, для России. И НАТО теперь не потребуется длительных и часто мучительных согласований, когда такие страны, как, например, Венгрия, могут сорвать итоговое заявление или сорвать выделение членового пакета военной помощи НАТО. Теперь каждая страна принимает такое решение самостоятельно. То есть, идет децентрализация НАТО, по большому счету. Я бы сказал, что это крупнейшая реформа. Они говорили ранее, но вот в таком смелом виде, я бы сказал, неожиданном, что это было практически объявлено здесь у нас в Киеве, на нашей украинской земле. Процесс децентрализации уже стал, по сути, реализовываться явочным порядком. И вполне очевидно, что это может быть самой сложной. Я бы говорил о том, что выглядит амбициозно. Это самая сложная реформа, которую проводит Марк Рюта. Решение это вынуждено, очевидно. Стоит за ним длительное размышление руководства Альянса. Еще раз повторю, дело не только в позиции Венгрии, но мы помним, как все время позиция Германии и Франции, которая Франция сейчас вообще является, как мы знаем, горячим сторонником немедленного вступления Украины. Так было не всегда, не факт, что так будет при следующем президенте после Макрона. А вот Германия, фактически, вот эту позицию балансирования, поиска точек соприкосновения с Кремлем, она продолжает и сейчас. При том, что Лавшольц находится в самой уязвимой позиции. Я рассказывал несколько выпусков. Потому, что соцопросы показывают, что он успел настроить против себя всех. И сторонников помощи Украины, и противников помощи. Теперь на фоне победы праворадикальной партии Свободы в Австрии, ситуация будет еще больше усложняться. Усложняться, в первую очередь, из-за того, что партия Свободы, которая победила, и пока с ней не хотят договариваться другие участники выборов, партия Свободы набрала рекордные практически 30% голосов. Напомню, основали ее бывшие члены СС. Да-да, я не говорил, с той самой СС. Преступная партия, осужденная Нюрненским трибуналом. Так вот, она была основана еще в 50-х годах. Но, главное, даже не это. В 2014 году партия Свободы Австрии, напомню, сейчас победитель выборов, парламентских в этой центральной европейской стране, подписала меморандум о сотрудничестве с партией «Единая Россия», которая, кстати, по странному стечению истекает действие этого меморандума, когда бы вы думали, в 2026 году, я специально проверил. То есть, через два года только этот референдум закончится. Тогда же партия Свободы поддержала аннексию Крыма в 2014 году. И вот сейчас мы это наблюдаем в центре Европы. В буквальном смысле. И сейчас с этим придется работать всем другим странам НАТО и Европейского Союза в том числе. Тем не менее, прорывные заявления на этом не закончились. Кроме этого, Рюта заявила о том, что Украина близка к членству в НАТО. Здесь я цитирую, как никогда ранее. И это, очевидно, продолжение той гипотезы, которую я подробно рассказывал в одном из прошлых выпусков. Вступление Украины по западно-германскому образцу. То есть, гарантии безопасности Украине даются, но только на ту территорию, которую контролирует украинская армия, украинское правительство. А на оккупированной территории не распространяется. Так было. Западная Германия, Восточная Германия. До момента объединения ее. И только когда развалилось, все посыпалось уже в конце, в самом конце развала коммунистического блока. 90-й год. Все это посыпалось. И вот воссоединение Германии происходит. И гарантии. И, соответственно, членство и в НАТО и ВЕС уже распространяется на восточные германские земли. Кстати, по странным стечении обстоятельств Олаф Шольц сегодня заявил о том, что интеграция восточных земель Германии не завершена. Вот оно. Скажите, как же так? Уже прошло 30, больше 30 лет. Ну, почти 35 лет уже прошло. Как так? Как это вообще? Как это возможно? То есть, что происходит? Ну, а вот так, друзья. К сожалению, процесс интеграции штука сложная, как оказалось. И коммунисты успели так промыть мозги жителям Восточной Германии. Что они до сих пор не могут в себя прийти. И поэтому голосуют за альтернативу для Германии. И за союз Сары Вагенкнехт. Вот тебе такая история. Фауст бы обалдел, честно сказать, от такого поворота. Ну, и еще одно заявление. В общем, скорее ритуальное. Рюта сказал, что НАТО не будет обращать внимания на любые вето со стороны России. Украина становится сильнее день за днем. И как никогда ранее становится готова для вступления в альянс. И это помогает построить мостик для членства. Этот день наступит. Украина станет полноправным членом НАТО. Россия в этом вопросе не имеет никакого влияния и никакого вето. Еще одно свидетельство падения влияния России, о котором пишет влиятельный американский журнал Time о том, что кроме воина холодной войны, Джо Байдена, все остальные лидеры, молодые политики в Европе абсолютно забили болт на ядерные угрозы со стороны Путина. В первую очередь это касается молодых лидеров. Мальтийский политик Роберто Митцола, представитель Европарламента, которая просто поиздевалась над угрозами представителя Госдумы Вячеслава Володина. Тот заявил о том, что он думал, что это должно вызвать шок и трепет среди европейцев. Он напомнил, что подлетное время ракеты Сармат до Страсбурга, где находится Европарламент и в том числе парламентская ассамблея Паре, составляет 3 минуты 20 секунд. И он вопросил, граждане европейских стран хотят, чтобы война пришла в их дом, на что Роберто Митцола сказала, типичная реакция конфронтационная. А премьер-министр Дании Мэтта Фредериксон вообще сказал, не могу сказать, блеф это или нет, но считаю, что мы никогда не позвоним человеку, который не уважает демократию, права человека и все, во что мы верим, мы не можем позволить ему решать, что должны делать остальные из нас. Как пишет Тайм, сдержанная реакция становится все более распространена среди западных чиновников. Для многих из них Путин похож на мальчишку, который слишком часто кричал волки, волки, волки. В нашем случае ядерная бомба, ядерная бомба, и теперь эти угрозы перестали кого-либо пугать. Ну вот, собственно говоря, вот тебе и результат. При этом мой хороший приятель Курт Волкер, бывший представитель администрации Трампа по Украине и бывший представитель США в НАТО, заявил в интервью о том, что в случае победы Трампа не стоит ожидать ничего чрезвычайного. Кроме того, он заявил о том, что в случае победы Трампа Байден последние три месяца своего срока окажет Украине еще большую военную помощь. Постарается принудить Путину закончить эту войну. А что же там у русских, спросите вы? А у русских, как пишет издание пояснительной записки, есть такое независимое издание, его цитируют за Мускулт Таймс, о том, что у Путина отказались от мирных переговоров, надеялись на них, более того, готовили эти переговоры в Катаре с возможностью отказа от ударов по энергетике, поскольку Россия очень сильно пострадала от ударов по НПЗ. Переговоры планировались на 22-23 августа в Катаре, но Путина оскорбила вторжение в Курскую область. В Кремле, я цитирую тут издание, которое в случае цитирует одного из источников, в Кремле сделали вывод, будем уничтожать государство Украины. Сейчас попахивает боем без правил, обе стороны думают, как сделать друг другу хуже. При этом Путин вряд ли пойдет на риск применения ядерного оружия, из-за опасения обострить отношения со странами БРИКС, то есть, считай, Китай, Индия, Бразилия, Южная Африка и далее по списку. Курская операция очень сильно настроила Путина против любых переговоров. Тем не менее, в американской администрации говорят о том, что эти переговоры близки, как никогда. Такие заявления слышатся все чаще и чаще. Сегодня американское телевидение транслирует несколько новостей. Одна из них о том, что во время попытки бунта в Вашингтоне 6 января 2021 года, когда угрожалась серьезная опасность жизни тогдашнего вице-президента Майка Пэнса, секретная служба Путин сообщила об этом Байдену, прошу прощения Трампу, конечно, Трампу. И Трамп сказал, что вот и что. То есть, все сегодня цитируют это заявление, очередное, которое показывает отношение Трампа к собственным, в том числе, соратникам. Ну, сейчас уже, как известно, Пэнс соратниками его не является. Более того, они не общаются друг с другом. Ну и, наконец, сегодня по Курчатову что-то прилетело. Мы можем сказать с определенностью. Были взрывы, есть даже видео подтверждающие. Естественно, губернатор Толстычок, борец с бандеровщиной и гомосексуализмом Алексей Смирнов, именно, напомню, с этими требованиями он побеждал, с этой программой он побеждал на выборах, стал губернатором. Он заявил о том, что якобы украинский дрон был подавлен системой РЭП, произошли взрывы в хозяйственной постройке и пытались якобы атаковать также ракетами. Но они упали в районе улицы Энергетика в 6 километрах от станции. Эту информацию также подтвердили факт-чекеры. В частности, взрывы произошли в районе парка Теплый берег возле пруда охладителя АЭС. Сама станция находится приблизительно в 5 километрах от места взрывов. Естественно, украинская страна, Совете национальной безопасности, тут же заявили о том, что это не к нам. Это все русские провокации, очередные мы не обстреливаем Курскую АЭС или территорию вокруг нее. А вот Израиль обстрелял. И обстрелял, судя по всему, успешно. Судя по крикам, пришлось больно. Уничтожил сегодня штаб-квартиру спецслужбы Хазбеллы в Беруте. В сообщении армии обороны Израиля говорится о том, что авиация совершила удары по разведывательному штабу группировки. Хазбелла, атакованный объект, является ключевым элементом управления структурой Хазбеллы. Они собирали информацию относительно нем достаточно долго. Подробностей не приводится. Но, тем не менее, Байден сегодня дал понять, что он оставляет двери открытыми для Израиля в проведении его операций по энергетическим объектам Ирана. Про, напомню, ядерные объекты он высказался ранее, вчера сказал, что выступает против. И против этого выступают также страны Большой Семерки. Сам Байден впервые с момента падения Белинской стены. Это первый президент. До него это был Джош Буш-старший. Байден отправляется с государственным визитом в Германию. Он прибудет там 10 октября, будет находиться там в течение трех дней. 12 октября состоится его встреча с Шольцем. Там же будет министр Великобритании Стармер и президент Зеленский. Ну и президент Макроу в Франции. Они будут обсуждать новые пакеты помощи Украине. Сам Стармер, как пишет британское издание The Telgraf, совершил роковую ошибку. Он обратился за разрешением ударами ракетами Storm Shadow по территории России. Обратился к Джо Байдену. Предыдущее правительство Риша Сунака этого не делало. И хотя, как пишет издание, хотя ракетные системы зависят у американских систем отслеживания и наведения, министры-консерваторы лишь информировали США об их использовании, не спрашивая разрешения Вашингтона на нанесение ударов. А Стармер создал новый опасный прецедент. Обратился к американцам за разрешением на использование Storm Shadow. И Вашингтон в результате, как мы знаем, наложил вето на использование этих ракет по военным объектам в России. И теперь, как подытоживает издание, в результате украинцы теперь имеют запасы ракет Storm Shadow, но не могут ими воспользоваться. Вот такой он результат политической ошибки, за которую мы будем все платить достаточно высокую цену, надо сказать. Что касается ударов по аэродрому Бориса Глебски в Уронежской области, соответствующие кадры были опубликованы радио «Свобода». Видны следы пожара на взлетно-посадочной полосе. Сами ангары не повреждены, так выглядит. Там находится стенка боевых самолетов Су-35 и Су-34, места хранения авиационного топлива. Но сам аэродром, мы сможем увидеть его последствия удара после того, когда появятся снимки с большим разрешением. Российское Министерство обороны сегодня заявило о захвате. Улидар постит фото и видео, когда российские оккупанты заходят и общаются с ждунами. Ну, естественно, эти ждуны, их там осталось где-то около сотни официально в городе Улидаре. Они радуются, естественно, и говорят, как они хорошо, как они ждали российских оккупантов. То есть, российские оккупанты, которые раздолбали их город, уничтожили их дома, квартиры, сожгли все к ядриням. А они радуются этому и говорят о том, что их родственники, которые в Украине остаются, якобы мечтают сюда приехать. Только вопрос, где жить на пепелище и где жить теперь этим самым ждунам. Отчетное свидетельство того, что этих персонажей необходимо лишать гражданских прав и отсылать их на Россию. Пусть едут туда жить. В конце концов, они мечтали жить на России. Пусть едут жить туда, почувствуют себя. Так как, кстати, переселенцы из Курской области, которых переселили по разным регионам. В частности, они поехали там в Тольятти, а теперь в Опят, что дома в Тольятти, куда их поселили, выглядят хуже, чем их разбомбленные дома в Курской области. Ну вот пусть, как говорится, схавают по самое. Не хочу, друзья. Такие у нас новости на сегодняшний вечер. 3 октября 24 года. Спасибо за просмотр этого видео. Подписывайтесь на канал. Обязательно лайк, пишите, комментируйте. Трансляцию нам остается не так много, совсем чуть-чуть до одного миллиона подписчиков. Берегите себя, друзья. Так или иначе, у нас нет другого варианта, кроме как победить эти силы мордора, эти силы зла. Сколько бы времени на это не ушло. Слава Украине, слава ЗСУ, слава украинскому спецназу, друзья. С вами был майор украинский армитрат Березовец. До новых встреч. Пока-пока.